Два детских сада и один путь. Да еще какой! Назвать этот участок дорогой довольно сложно. Ни пройти, ни проехать. Так говорят те, кто каждый день сначала приводит, а потом забирает своего ребенка из детского сада. На вопрос, как родители передвигаются по бездорожью, они отвечают. Вы знаете, это невозможно сделать ни на автомобиле, ни пешком, потому что ямы огромные, проехать невозможно. А пешком, если вот сейчас еще сухо можно прогуляться пешком, как только пойдут дожди или появится снег, все эти неровности заполняются жидкой грязью, идти невозможно. Местами несешь ребенка на руках, чтобы привезти его в сад более-менее в приличном виде. Тротуаров здесь нет. Вот он как обрывается вот там, около улицы Бардина, а дальше все. Буквально две недели назад закончили дорогу ремонтировать на Бардину чуть выше. Ее просто подняли, сделали выше, и сейчас спускаться там еще хуже. То есть, если раньше был интервал меньше, то есть, хотя бы не задевали. Ну, вот я на своей машине вот здесь уже проехать не могу. То есть, я задеваю защитой дном. Мы приезжаем на машине, очень ужасно ехать, потому что это одни кочки. А с ребенком невозможно идти, потому что тут и пыль, и камни, и постоянно спотыкается, и падает. В общем, ужасная дорога. И когда сделают, да ладно, дорогу как бы, ну я думаю, сделают. Но вот этот дом, это вот сейчас зелень. А потом, когда не будет зелени, ну я вообще не знаю, что тут будет. Вообще очень страшно. И когда это снесут, и когда уберут. Вот мы как бы поднимали вопрос, уже 20 лет вот он стоит, и никто ничего не убирает. Ни дорогу, тут и садик, тут и как бы и церковь, и все рядом. И такая обстановка ужасная. И ни фонарей, вот вечером скоро будет как бы рано темнеть, ни фонарей, ни освещения. То есть ужасно. Многоэтажка была расселена много лет назад. Дом-призрак на перспективной 10Б пугает местных жителей уже не первый год. А по соседству два садика и 49-я школа. Местные жители говорят, что на последнем этаже уже кто-то стал снова заселяться. Видели, как новые жильцы начали вставлять оконные рамы и протягивать электричество в одну из квартир. Добиться сноса этого дома жители не могут уже больше 10 лет. Почти столько же не ремонтировала злополучная дорога, по которой дети идут в детский сад. Мы обращались в администрацию Ленинского района, в комитет ЖКХ по дорожному строительству. В общем-то получается, что этот участок земли никому и не принадлежит. Они могут на основе программы по ремонту придомовых территорий, но это 21-24 год. За это время, опасаются местные жители, от дороги может остаться одна огромная яма. И тогда уж точно не пройти, не проехать здесь будет невозможно.